Странно. Честная Дарагунская странно. Никто не предупредил. А вы в самом деле из боевой группы? Так вам у нас нельзя. У меня сейчас только что была полиция. Полиция? Да. Пришла, понюхала и ушла? Что? Страшно? Не понял. Страшно, Иуда. Страшно. Ты в зеркало на себя глянь. А что такое? Ты же белый весь. Да. Сейчас на истинное лицо своё глянь. Глянь, говорю. Это раз. Три. Четыре. Шесть. Это семь. Всё. Сдавайтесь. Что? Шесть. Шесть. Одна десятая. Легче, легче. Полегче. Левое ухо. Голову прямо. Хватит мучить, браты. Ну что же, теперь пускай, пожалуйста, приезжай. У нас есть что ему придурок. Я бы не сказал, мы даже имени не знаем. Это что, пертизан наш поможет? Господа, куда вы? Ну что, господа, еще долго? Семь минуты, только вступ не остались. А-а-а, Рост Петрович, как мы с вами храпали-то? Поговорю с голубчиком. Полковник. Господа, как будет готово, результаты немедленно телеграфом в департамент полиции. С пометой смерть срочно. Валерьянки выпей, а то глаз выскочит. Что? Молчит? Хуже. Дерзит. Что, господа, распорядитесь подать мне чаю туда, вашу эту допросу? Сладкий? А такой выпей. Хочу взглянуть на эту птицу. Пожалуйста. Мол! Сюда. Отлично. Так. Так. О! Прости. А это что еще за кот Котофеевич? Ну, помурлыкай. Муру-муру-муру. А что это на вас пристогнутый все азиатик какая-то? Расстегните. Отчаянный субъект. Может броситься. Ох ты. Расстегните. Спасибо. Ступай. Боже мой, какая встреча. Господин Селезнев. Господа. Я изучал результаты вашего бертельонажа и все время сомневался. Вроде все сходится, но не мог поверить, что такая удача. Это же сам Николай Иосифович Селезев, верно? Тот самый, который застрелил своего полкового командира и сбежал из крепости. Судьба мне вас послала. Вот теперь-то у нас дела пойдутся. Эх, милый, был бы я по впечатлительной в уставы расцеловал вас. Целовал бы и вздернул тут же. Ну. Это нет. Ой-ой. Как себе? Нет, мой милый. Мы вас вешать не станем. Зачем нам плодить мучеников революции? Мы вам мягенький такой приговорчик нарисуем. Сибирская ссылочка. А в газетах напишем, что бывший корнет Селезнев оказал неоценимые услуги следствия. Зачем нам веревку-то казенную на вас тратить? А вас, мой дорогой, свои же товарищи-революционеры на первой удавочке за милую душу вздернул. Стращать изволите, а я не отпугливую. Методы охранки хорошо знают. Товарищи мне поверят, а не вам. Это непременно. Как не поверить герою революции? Только герою. Рыцарю. Без страха и упрека. Ему да. А вы-то у нас... Азар Никс? А? Господа, это удача. Я тут захватил с собой прелюбопытнейшие фотокарточки. Вот полюбуйтесь, господа. Это господин Селезнев в припорочнейшем заведении на Лиговке. Вот так. Острых ощущений захотел. Ну, конечно, иного тока, да? А вот полюбуйте. Это он с десятилетней девочкой. Какой десятилетней? 14 лет! Вся Лиговка ходит! Три года к ней! Ну, это... Господин революционер, это меняет дело. 14 лет – самый возраст для революционеров. А вот посмотрите ещё. Это ведь тайная съёмка, новая техника. Полюбуйтесь, пожалуйста. Гадость какая. И вам бы... Душа моя, Селезнев, лучше бы к анархистам. Вам бы там поуютнее было, с нравственностью попроще. А ваши – не простят. Такой, батенька, пируэт для светлого дела революции. У-у-у! После вот этого про вас любой пакости поверят. Уж я-то это вашу публику... Ох, как знаю! Откуда вам знать? Послушайте, по совести говоря, мне просто вас жаль. Жаль, как гибнет талантливый человек. Ну, зачем вам нужны эти мучные черви, эти глисты тоскливые? Вы же человек, по сути, весёлый, азартный, безумный. Ведь мы с вами похожи. Я тоже игрок. Я тоже азартный. Потому вам и предлагаю, думайте, Селезнев. Мы с вами такую партию разыграть можем, как в британском футболе, вот так, в одно касание. Эти все ваши бомбочки с кинжальчиками – тьфу! Всё будет и риски, и азарт, и опасность. Иди попить. А? Иди попить. Не желаете чайку? С, господина Мыльникова, с коньячком. Хорошо. Согласитесь, сегодня вы кукла в руках вот этих вот ваших партийных вождей. А я предлагаю вам стать кукловодом. Ну, разве не заманчив? Я буду за ниточки их дёргать, а вы меня. Послушайте. Я же вам свою жизнь доверяю. Я на вас молиться стану. Вы сорвётесь, мне конец. Как ваше прозвище революционное? Арахмед. 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 Я вам предлагаю. А давайте вы гведон для нас будете. Гведон. Ну, как почему? Ну, вы будете летать с этого острова Буяна в царство нашего славного салтана. То комаром, то мухой, то шмелём мохнатым. Сколько человек в БГ? Не считай меня трое. Старший Грин. Так? Гринуля. Настоящего имени никто не знает. Имели. Такой мужик. Толковый. Риск любит. И пацаны ещё совсем. Снегирь. Грин его натаскивает. Были на квартире. Беда, Ирослав Петрович, сожрёт нас питерский. Уж больно ловок. Не бывать вам губер-балецминистром. Сейчас. Время невелика потерян. Извините, а я за своё место держусь. И разорву всякого, кто мне опасен. Хотя бы даже вот и сиятельство. Но это каким же манёром? Самым эффективным. Тем же самым. А у вас экстренная связь с ними предусмотрена? Успокойтесь. Успокойтесь, успокойтесь, Гведон. Я вовсе не собираюсь вас вести на коротком поводке. Не собираюсь. И слежки за вами не будет. Никакой. Вы один. Вы сами выбираете. Вы предоставлены сами себе. Все решения только в ваших руках. Вы. Игрок. Одинокий охотник. Игрок. 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 Начается свободный. Спушишь. Насыпал колбасник или перцом. Он сейчас будет землю рыть, БГ искать Впрочем, это истерики И они если роют, то не там и не то Хотя, может, что-нибудь и зацепят Кто знает Все лучше, в пределе будет Ну что ж, господа, давайте распределим ролик Выгведон, наша главная надежда Ищите БГ, находите, становитесь вновь для них своим Связь со мной по телефону, номер я вам дам И запомните, вы предоставлены сами себе Никакой слежки за вами Я вам дал слово офицера